МОСКВА МОСКВА Крыма и Севастополя, начало операции «Багратион» и 80-летие полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистской блокады. Ожидается, что интерес к акции значительно вырастет и среди школьников. Мы приняли все решения для того, чтобы историческое образование, историческое просвещение достойно было представлено в школьной программе. Увеличится количество часов на преподавание истории в школе. В программы литературы вернулись такие произведения, как «Молодая гвардия», «Как закалялась сталь», «Сын артиллериста», «Русский характер», «Брестская крепость» в августе 44-го. Диктант Победы напишут на более чем 27 тысячах площадок в России и 58 странах мира. Акция проводится под эгидой партпроекта «Единая Россия. Историческая память». Партнерами акции традиционно выступят Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, движение волонтера Победы, а также министерство, ведомство, негосударственные и общественные организации, госкорпорации. В этом году открытие диктанта Победы состоится уже в эту пятницу, 26 апреля, в 12 часов по московскому времени, традиционно на центральной площадке нашей акции «Музей Победы» на Поклонной горе в Москве. С каждым годом количество участников нашей акции, число площадок открытых для ее проведения, количество стран, география растет. Площадки диктанта, их уже более полутора тысяч, откроются в воинских частях, подразделениях, учебных заведениях, Министерства обороны, Росгвардии, МВД, МЧС. Кроме того, в этом году акцию поддержали 9 авиакомпаний и 11 аэропортов. Диктант напишут на пяти железнодорожных вокзалах. Также площадки создает Почта России. Ждут участников акции и за рубежом. Вопросы диктанта переведены на 8 языков. Это английский, французский, испанский, польский, сербский, монгольский, китайский и греческий. Больше всего площадок будет открыто в Молдавии, 60, я сейчас имею в виду очных площадок. В Киргизии 28 площадок, в Таджикистане 17. Страны, которые раньше не участвовали, присоединились к нам в 2024 году, будут проходить в Албании, в Бангладеш, в Великобритании, Замбии, Марокко, Малайзии, Катаре, Конго, Кубе, Люксембурге, Никарагуа, Аминонных Арабских Эмиратов, Пакистане, Чили, Эфиопии. Вы видите, что здесь в том числе есть и недружественные страны, где мы смогли обеспечить площадку, чтобы собрались там люди в те же дни, в то же время. Для победителей диктанта победы предусмотрено большое количество призов и преференций. Будут учитываться результаты диктанта победы при поступлении в университет для тех, кому это нужно. Кто правильно ответил на все 25 вопросов, без учета времени, могут получить подтверждение этого, отнести документы в университет, если речь идет об абитуриенте. И это будет защитно в качестве индивидуального достижения, вне зависимости от того, на какое направление подготовки человек поступает, на историческое, на инженерное, на любое другое. За прошедшие 6 лет диктант победы стал по-настоящему народным просветительским проектом, главная цель которого – сохранить историческую правду. Сегодня против России развязана настоящая гибридная агрессия алчными, злыми, русовцовскими политическими силами группы западных государств. Они пытаются превратить и историю событий прошлых лет в настоящее поле битвы. Под их ударами оказываются и давно доказанные, подтвержденные неопровержимыми фактами истины – от исторического, языкового, культурного единства древнерусского государства до решающей роли Красной Армии, Советского Союза в победе над гитлеровской Германией. И в этой связи я считаю, что диктант победы является не просто массовым историко-просветительским проектом, но событием очень важным для общественно-политической жизни нашего государства и общества. Организаторы ожидают, что количество участников акции может превысить 2 миллиона человек. Служба информации Фонда «История Отечества». «История от Украины» «История от Украины» Субтитры создавал DimaTorzok